Я тут смотрю, все просто в совершенном восторге от нового кандидата от КПРФ Павла Грудинина. Столько уже сообщений, Павла Грудинина в президенты, наконец-то настоящий мужик, человек умеет работать, бизнесмен, зарабатывает деньги. Вот это истинный кандидат в президенты. Давайте посмотрим чуть внимательнее на Павла Грудинина и ответим себе на вопрос, а вообще хочет ли Павел Грудинин быть президентом России? Ответ уже сейчас можно сказать «нет, не хочет», но нужно, наверное, пояснить. Совхоз имени Ленина, где работает Павел Грудинин, является, так сказать, образцово-показательным. И очень многие, побывавшие там, пишут «ну просто не Россия, просто как будто совсем другая страна, надо же в сказку попали». Вот посмотрите, как выглядит садик, например, в совхозе имени Ленина. Эдакое чудо создали за МКАДом Москвы, и многим даже в голову не приходит задумываться, а есть ли, собственно говоря, чудо. Меня, конечно, очень сильно рассмешил тот факт, что выдвигается Грудинин как раз-таки от коммунистической партии. Так сказать, той самой партии, которая больше всех землю крестьянам, фабрики рабочих. Но вот как раз-таки Грудинин, никакой не коммунист, никогда им не был. И более того, самый что ни на есть, толстожопый, толстокорый капиталист, который обдирает всех и вся в свою собственную пользу. Как же интересно, у него это совмещается с его новой теперь площадкой, то есть коммунистической партией. Нет, конечно, можно поставить Ленина на стол рядом с огромной клубникой, но при этом ты же не станешь рассуждать по-ленински. Тем более, что совхоз твой давным-давно погряз в таких скандалах, что найти эти концы в общем несложно. Первое, в чем подозревали Павла Грудинина, в огромной махинации, когда он скупил земли для своего ЗАО. Да, вы не ослушались, это никакой не совхоз, никакое не государственное предприятие, а самое обычное закрытое акционерное общество. То есть, все принадлежит там акционерам. В начале 90-х, при непосредственном участии Павла Грудинина, была провернута колоссальная сделка по продаже 5,6 гектаров колхозных земель, находившихся прямо на пересечении Каширского шоссе и МКАДа. То есть, такие самые, что ни на есть хлебные земли. Удивляться тому, что продукция его замечательно продается и дешево обходится, конечно, не стоит, потому что находится его совхоз буквально под боком у многомиллионного города. И на транспорт они слишком не тратятся. Так вот, тогда купили землю якобы у крестьян по 1500 долларов за сотку. В то самое время, когда эксперты оценивали эту самую сотку за МКАДом выше, чем 100 тысяч условных единиц. Ну, то есть, приблизительно в 10 раз больше. Куда же пошли задекларированные 840 с каждой сотки? По официальной версии, этими деньгами удалось расплатиться с долгами и приобрести новые технологии. Однако, сразу же после продажи земли в совхозе, первым делом Павел Грудинин объявил судебную войну тем крестьянам, которые на основе указов Ельцина получили 15 соток колхозной земли на члена семьи. То есть, то, что было дано, он решил отобрать. Им предложили вернуть участки обратно, но под благовидным предлогом в виде взноса в акционерный капитал, созданного в 1995 году совхоза имени Ленина, то есть, стать акционерами. При этом совхозников уговорили в целях защиты якобы от рейдеров закрепить в уставе положение о том, что земли совхоза могут быть проданы только по цене 1500 долларов за сотку. Ну, другими словами, развели как лохов. Крестьяне поверили, в итоге потеряли как свои земли, так и полученные ценные бумаги. Постепенно их бумаги были скуплены, и если в 1995 году акционеров было 526, в настоящее время их осталось всего 40 человек, и непосредственно сам Грудинин является основным обладателем акций. Вот таким образом господин Грудинин стал владельцем самого жирного куска недалеко от Москвы. Следующим скандалом, в котором был замешан Грудинин, это когда журналисты раскопали, что в совхозе Грудинина происходит следующее. Закупается дешевая клубника в Турции, выращенная с применением различных удобрений. Затем эта клубника благополучно перемещается в совхоз, сортируется в новые совхозные ящички и продается под видом родной московской клубники. Первоначально сбыт этой турецко-московской клубники был налажен через гипермаркеты «Ашан» и «Метро». Поэтому дела у Грудинина шли просто великолепно. Конечно же, тогда никаких нарушений найдено не было. А сам Грудинин сказал, что это конкуренты его обливают грязью со всех сторон. Ну, естественно. То, что Грудинин просто собирает деньги со своих грядок, ни для кого не секрет. Тем более, что использовал он долгие годы, и это еще один очередной скандал, связанный с его именем, различных гастарбитеров, которым платил буквально копейки, а также студентов и, что самое главное, детский труд. Как раз таки детские ручки ценились на грядках Грудинина особенно. Якобы лишнюю клубнику не помнут, да и платить им особо не надо не так, как взрослым. Там есть такие выставочные семьи, которые расскажут вам, как им замечательно живется в этом совхозе, ну, точно как у Баськи Лукашенко в Белоруссии. А вот за всем этим фасадом самый настоящий рабский плохо оплачиваемый труд. И, как хорошо написал один журналист, в сладком вкусе подмосковных ягод трудно не заметить горечь фактически подневольного труда. Что мы имеем в итоге, глядя на этого красавца, просто гусара, правда, с отмороженным рыбьим взглядом, таким же, как у всех в эпоху правления Путина. Ничем особенным этот человек не отличается, никаких целей не ставит. До недавнего был членом Единой России и, что самое интересное, доверенным лицом Путина, неплохо, правда, потом пытался вступить в ЛДПР, не получилось, но вот теперь КПРФ его пригрели. Для того, чтобы выставить, но вместо совсем старого дядюшки Зю. Человек, не имеющий своих идей и своих взглядов, выкручивающийся, как все бизнесмены России, если не нытьем, так катанием, обязательно где-нибудь сворует и наврет. Везде имеет свой корыстный интерес, самую выгодную территорию выставляют как невероятное достижение, в то время как разбогатеть на этих условиях не мог бы только круглый идиот. Использует фактически рабский труд мигрантов. Своего рода барин ничуть не хуже Никиты Михалкова. В общем, ничего нового. Бороться, кстати, за пост президента он не намерен, так как при правлении Путина, таким как он, живется очень неплохо.